Атамань – самый большой в России этнографический музей под открытым небом. Его площадь – 14 футбольных полей. Торжественное открытие комплекса, созданного по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева, состоялось в сентябре 2009 года. И уже пять лет казачья станица радушно встречает гостей и участников многочисленных фестивалей. Фестиваль легенды Томани, как всегда, получился ярким и веселым. Уже с утра для гостей готовились явства традиционной кубанской кухни. Все желающие могли поучаствовать в настоящем казачьем застоле в многочисленных трактирах, которые расположились на территории музея. Очень понравилось. Вообще праздник, конечно, великолепный. И почаще бы таких праздников нам сейчас на сегодняшний день. Объекты этнографического музея связаны темой кубанского казачества. И каждый по-своему раскрывает его историю и культуру. Курени, подворья, площади, трактиры, поляна. Архитектура Томани воссоздает жизнь казачьей станицы, которая была 200 лет назад. В течение фестиваля в каждом уголке Томани проходили красочные представления. Мы приехали сюда уже в третий раз. С удовольствием, конечно, принимаем участие и приглашения. И настолько нас вдохновляет эта земля. Томань. А, Томань! Новая такая казачья деревня, станица. На фестивале собралось множество творческих коллективов со всей Кубани. И все они были в народных костюмах, что полностью погружало зрителей в прошлое. Основной тематикой этого праздника была казачья свадьба. За день их сыграли около 30. В каждом дворе проходили гуляния в части этого события. Все свадьбы прошли по традиционным казачьим обычаям. И представляли собой спектакль со всеми атрибутами. Испытаниями для жениха, танцами, застольем и, конечно же, сватами. Порадовал гостей праздничный концерт, который проходил на площади. Гости услышали бравые казачьи песни, увидели зажигательные танцы в исполнении лучших творческих коллективов Кубани. Приветственное слово произнесла вице-губернатор края Галина Золина. Сегодня, глядя на вас, таких дружных, талантливых, счастливых, я понимаю, какой сильной становится наша земля. Что все у нас будет хорошо. Ровно год прошел нашего прошлого фестиваля. И я хочу, чтобы мы вместе порадовались. За это время на Кубани родилось 70 тысяч малышей, наших маленьких граждан. А это значит, что нам удалось, главное, возродить традиции нашей кубанской семьи. Фестиваль легенды Тамани проходил два дня. И на все это время станица Атамань оказалась в прошлом. В те времена, когда первые черноморские казаки высадились на эту землю и построили здесь первый православный храм. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.